Доброе утро, дорогие садоводы! Осенью нравится многое, многое не нравится, но мы должны относиться к тому, что происходит, без нашего ведома относиться ко всему спокойно. Тяжелый сезон был, много нас огорчило, много порадовало, опять же, возвращаясь к теме удач и неудач. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на проблемы Монбреции. Если мы с вами беспокоимся, что могут переопылиться, допустим, два сорта малины, то мы беспокоимся напрасно, потому что мы никогда не посадим семена малины и не будем из них выращивать новое растение. А вот если вы любите Монбрецию, то знайте, что разные сорта Монбреции специалисты рекомендуют высаживать в разные места, они могут переопылиться. Цветет Монбреция, видите, как красиво, она будет цвести долго и выкапывать ее лучше перед самыми заморозками, выкапывать большим комом земли и не разделять отдельно деточек и материнские растения. Опять же, бытует мнение, что материнское растение может повторно взойти на следующий год. В конце теплых дней, перед заморозками, обратите внимание, что Монбрецию нужно все-таки выкопать и поместить в холодное помещение. Посмотрите, Монбреция или японский гладиолус – великолепное растение. Оно украсит любую цветочную клумбу. Познакомьтесь с этим растением поподробнее, оно вас порадует.